МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесчеловечность и жестокость. Так в двух словах можно описать то, что происходит в последнее время на границах нашей страны с Евросоюзом. С начала года белорусские пограничники обнаружили тела более 20 человек. Предлагаю послушать историю женщины, которая рассказывает, как оказалось на нашей стороне границы. Моя полиция здесь. Шокот. Моя мужа. Моя дети. Моя мужа. Моя мужа. Такая история не может оставить равнодушным свыше 20 погибших. Это в полтора раза больше, чем за предыдущие два года. Заложниками режима западных стран стали люди, которые направлялись в Евросоюз в поисках лучшей жизни, но столкнулись с настоящим зверством. Международное сообщество уже традиционно работает по старой схеме. Проблемы увидят, но говорят они только тогда, когда им это выгодно. А СМИ сопредельных государств и вовсе язык проглотили. По проблеме миграционного кризиса и прорайский сад в Евросоюзе совсем недавно высказался президент Белоруссии. Предлагаю послушать, на мой взгляд, самую емкую цитату. Наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Помните, Меркель. Пусть идут, но убивать людей, половину выкидывать трупы обратно, а половину же они там зарыли. Пусть там поищут эти западные страдающие. Пусть поищут там. Пусть найдут могилы, где они зарыли этих бедных. Если уж так посмотреть на процесс миграции, то надо сказать, что у нас тут цветочки, семечки через Средиземное море. И вот там сейчас эта заварушка, туда еще больше хлынет этих мигрантов. Поэтому скоро будет не до Белоруссии. Миграционный кризис обострелся осенью 2021 года. Два года назад тысячи беженцев из Ирака, Ирана, Сирии и других стран Ближнего Востока пришли к белорусско-польской границе. Они пытались попасть на территорию Польши. Силовики страны-соседки, как полагается, истинно демократическому государству встречали гостей с распростертыми объятиями. Использовали водометы, газы и спецтехнику. Действия европейских силовиков по отношению к беженцам, и тогда и сейчас, это обычная практика. Так называемая здравая миролюбивая политика не имеет ничего общего с гуманностью, нормами международного права и защитой прав беженцев. Посему воинствующая риторика, которая пришла на смену демократическим ценностям, лично меня не удивляет. Вспомните, как пару лет назад беженцы страдали зимой на белорусско-польской границе. Благодаря президенту Белоруссии и оперативной работе медиков и Красного Креста удалось хоть как-то стабилизировать ситуацию. Помогали как могли и чем могли. В этой помощи мог поучаствовать абсолютно каждый белорус. Был организован сбор пожертвований. Требовались теплые вещи, медикаменты, средства личные, гигиены и еда. Интересовала ли Запад судьба мигрантов? Ну, конечно же, нет. В Европе они никому не интересны. Беженцы надеялись, что Запад включит режим толерантности и гуманизма и все-таки пропустит их к себе. Потеряв надежду, многие вернулись на родину. А помогали выживать и мы, белорусы. Но в то же время Запад, который ввел против нас санкции и обвинил во всех бедах, просто-напросто закрыл на проблему глаза и отмахнулся от людей. Что в очередной раз подтверждает двойные европейские стандарты. Литовские, впрочем, как и латвийские, польские и другие европейские власти обвиняли в организации потока нелегальных мигрантов нашу страну, называя происходящее гибридной агрессией со стороны Белоруссии. Ошибку и провал в своей политике западные друзья, как всегда, отрицали. Сопредельные страны Евросоюза ввели на границе с Белоруссией чрезвычайное положение и построили заборы. Европейские силовики пресекали и продолжают пресекать попытки нелегалов проникнуть на территорию своих стран, а тех мигрантов, кому это удалось, насильственно выдворяют в Беларусь. Для решения злободневного вопроса с мигрантами поляки выбрали интересный способ. Построили забор. 180-километровое сооружение высотой 5,5 метров, из которых 5 стальная конструкция, а еще полметра виток колючей проволоки. Обошлось бюджету в сотни миллионов долларов. Помогло ли это справиться с проблемой? Конечно же нет. Стена не задержала ни одного мигранта. Тем более, что 180 километров – это даже не половина протяженности всей приграничной зоны. Госпогранкомитет Беларуси не раз сообщал о попытках вытеснения групп беженцев на границе с Польшей. Для этого польские силовики использовали калитку для пропуска животных в заграждении, вблизи которой затем находили трупы мигрантов. Проводимая польскими властями бесчеловечная политика в отношении уязвимых групп людей долгое время оставалась без внимания со стороны Евросоюза. В Польше, разумеется, сразу начали говорить о вражеской пропаганде. Дескать, все это фейки, мы хорошие, это они плохие белорусы. Однако о жестоком обращении с неправильными беженцами сообщили и в международных инстанциях. Спецдокладчик ООН Моралес призвал Польшу пересмотреть свое законодательство в отношении мигрантов из стран третьего мира. На бумаге предписывается, что мигрантов, обнаруженных при пересечении границ вне официальных пунктов пропуска, необходимо доставлять на пограничные посты, а уже потом решать их дальнейшую судьбу. Но как получилось в жизни? Многих выгоняли не церемонясь. Причем в наиболее удобный момент, чтобы избежать столкновений с белорусскими пограничниками. И это не я придумал, это сказал спецдокладчик ООН. Он, к слову, лично заострял внимание на том, что мигрантов выдворяли с польской территории вне зависимости от времени суток и погодных условий. В очередной раз реальности заявления наших западных соседей никак между собой не вяжутся. Забор под видом борьбы с потоком мигрантов и защиты от белорусских военных оказался своего рода коррупционной схемой. Сооружение не имеет никакого отношения к безопасности. Это обычный трюк, политический ход, чтобы сыграть на чувствах своего народа. Но для поляков это уже традиционное поведение. Сначала Литва и Польша оборудовали на границе временные заграждения из колючей проволоки. А затем возвели долгосрочные металлические конструкции. Позже к таким работам подключилась и Латвия. Но Польша пошла дальше. Оснастила забор камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. А это все стоит немалых денег. В то время, когда в стране куча проблем, и их необходимо решать. Что делает польское руководство? Правильно. Тратит колоссальные средства на строительство бесполезного сооружения на границе. Одним словом, демократия. Граничащая с безумием и слепотой перед реальными проблемами. Этот чудо-забор стал еще и поводом для негодования экологов. Защитники природы неоднократно заявляли, что стена нарушает миграционные процессы животных. Интересно ли это нашим западным соседям? Ответ один. Им вообще ничего не интересно, их ничего не тревожит, если это не касается их самих. Совсем недавно судьбу забора в Беловежской пуще даже хотели решить на польском референдуме. Но он не состоялся. Миграционная политика Польши и стран Балтии с треском проваливается. А здравый смысл никак не может победить безумие, навязанное извне. Но для наших агрессивных соседей безнаказанная жизнь закончится. Должностные лица Латвии ответят за преступления против безопасности человечества. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Наемники в форме на латвийской границе отличились своей особой жестокостью и остервенением в отношении мигрантов, которые пытаются попасть в страны Евросоюза через Прибалтику. Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшим и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о чистоте нации. Жертвами, доминирующей идеологией властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек. Для них попытка пересечь границу стала летальна. Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 128. Это преступление против безопасности человечества. Проводятся необходимые следственные действия. Тем временем обстановка на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной. Более подробно о ситуации в рубрике «Честный разговор» с Марией Дикан. Угрозы оружием, побои и изувеченные трупы, страдания беззащитных и безоружных мигрантов на границе Евросоюза с Беларусью продолжаются более двух лет. На территории нашей страны измученным людям, исходя из своих полномочий, возможностей и сил, помогают пограничники, медики, волонтеры. Но, к сожалению, иногда бывает слишком поздно. Так когда же прекратятся мытарства мигрантов? Меня зовут Мария Дикан, и мы начинаем наш «Честный разговор». Военнослужащие полоцкого пограноотряда охраняют 270 километров рубежей с сопредельными Латвии и Литвой. Ежедневно они становятся очевидцами западной демократии и гуманности. И если бы речь шла только о выдворении мигрантов из ЕС, увы, порой европейские силовики заходят куда дальше. Как на самом деле выглядит западное гостеприимство, расскажет официальный представитель полоцкого пограноотряда Денис Глебко. Здравствуйте, Денис Георгиевич. Добрый день, Мария. Денис Георгиевич, сколько фактов вытеснения беженцев на территорию Беларуси фиксируется ежесуточно на участке ответственности полоцкого пограноотряда? Статистика неутешительная. В среднем в сутки от 10 до 20 фактов мы фиксируем на участке ответственности нашего пограничного отряда. Напомню, полоцкий пограничный отряд охраняет государственную границу с Латвийской и Литовской республиками. Общая протяженность нашего охраняемого участка 271 километр. А вот по сравнению с 2021-2022 годами количество таких инцидентов растет? Вспышки, скажем так, самые большие цифры, которые говорили за миграционный кризис, были в августе 2021 и всю зиму 2021-2022 года. Сейчас, конечно, цифры не такие большие, однако все равно бесчеловечные отношения и действия латвийских силовиков, особенно латвийских, говорят о том, что они не становятся ни перед чем, а гуманностью там не пахнет и близко. Мы фиксируем факты, когда латвийские силовики избивают беженцев, часто заставляют измученных без воды и без еды преодолевать большие расстояния босиком, забирают мобильные телефоны, забирают денежные средства. Это лишь говорит о том, что гуманности у них нет, от слова совсем, и отношения к людям, к детям у них, наверное, как во времена Великой Отечественной войны у эсэсовцев. Они делят на чистую расу, на белую, арийскую, не арийскую. Это, наверное, все-таки говорит о том, что стоит задуматься политикам европейским, мировым политикам о том, какие ЦУ они дают своим подчиненным, я имею в виду латвийских и литовских силовиков. А каков контингент вытесняемых беженцев? Много ли среди них женщин, детей, пожилых людей? Преимущественно это мужчины в средний возраст от 35 до 50 лет. Это тот возраст, который могут еще себя зарекомендовать, показать какие-то показатели, найти работу, трудоустроиться. В некоторых семьях есть дети, женщин не так уж много. Одна, которая встречается в ситуации, когда пытается границу в Латвийскую республику пересечь целая семья. Многие из них попадают на территорию Латвии законным путем, через аэропорт, многие через Российскую Федерацию. И мы говорим о том, что политика в отношении беженцев становится с каждым годом все более извращенной. Если еще два года назад в пик миграционного кризиса в августе-сентябре 2021 года многие беженцы не были готовы к тому, что к ним будет такое отношение, то сейчас уже сами беженцы заявляют, мы уже не раз подвергались пыткам, подвергались насилию, и мы знаем, что они нас все равно будут продолжать бить. В свою очередь белорусские пограничники при выявлении на границе таких мигрантов оказывают помощь. Очень часто мы привлекаем Красный Крест, другие силовые структуры для устанавливания разбирательств и в дальнейшем для оказания необходимой помощи. Ну а вот есть ли какие-то выработанные инструкции именно по поведению белорусских пограничников в таких случаях? Однозначно, в первую очередь, пограничник – это человек, который представляет государство. Как мы говорим, пограничник – это лицо государства. Мы должны выявлять такт, сдержанность, однако место эмоций все равно присутствует. Не так давно я общался с Беженкой и двумя ее семилетними детьми в больнице Верхнедвинска, которая рассказывала, как у нее на глазах умрял ее муж и его друг. Их избили, погибших избили латвийские силовики, заставили перетащить в болезненном состоянии через границу, и уже на глазах, в пяти метрах от линии границы, они умирали в ночное время. Белорусский пограничный ряд туда неизъявлительно выдвинулся, однако уже пришлось констатировать смерть. И такие факты становятся практически обыденными для сопредельного государства. К сожалению, мы не ожидали, что латвийские силовики могут проявлять такую жестокость, а эти факты у нас продолжаются практически ежесуточно. Ну а вот таких трагических случаев, когда на границе обнаруживаете уже тела погибших, их становится больше или же динамика сохраняется? С каждым годом их становится больше. С начала миграционного кризиса с августа 2021 года, в 2021 году на участке ответственности было обнаружено два трупа мигрантов. Один из них на белорусско-литовской границе, один на белорусско-латвийской. В 2022 году один факт был на белорусско-литовской границе. В этом году, с начала года по 31 октября, таких фактов уже было 14. Это все лишь говорит о том, что действия силовиков, особенно латвийских, отличаются особой жестокостью. Они не спешат оказывать им помощь. Очень часто они предоставляют им тепло и еду. Попросту не заботятся, а наоборот только издеваются, отбирают деньги, мобильные телефоны. А в некоторых случаях даже забирают телефоны, а не просто ломают их. Говоря об отношении белорусских пограничников, как вообще расценивается такая жестокость европейских силовиков? Жестокость говорит сама за себя. Все эти действия показывают только то, что латвийские силовики, именно латвийские, я делаю акцент на них, потому что они отличаются особой жестокостью. Они абсолютно не соблюдают нормы международного права, какой-то этики, просто человеческие отношения. Когда видят, что на земле находится ребенок, находится женщина, они могут заставить их ползти по земле. Они могут их раздеть. Они могут снять обувь и просто потом силой выдерут через калитки, которые предназначены для миграции диких животных. Однако мы прекрасно понимаем, калитка, если она предназначена для миграции животных, она должна быть открыта. Само животное не в состоянии, будь то коза, лось, кабан, открыть эту калитку. Так вот, они открывают эти калитки, силы выталкивают. Ну, а нам уже остается констатировать тот факт, что люди оказываются под часто прицелом автомата на нашей территории. Спасибо, Денис Георгиевич. А мы продолжим наш честный разговор с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председателем либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем. Олег Сергеевич, как вы думаете, с чем связано усугубление ситуации, рост числа фактов вытеснения мигрантов на территорию нашего государства и ужесточение действий европейских силовиков? Беспрецедентная жестокость польских и прибалтийских силовиков в отношении беженцев, которых Запад сам позвал к себе на территорию, устами их лидеров, а их сейчас убивают, избивают, калечат. Только по официальным данным десятки трупов на белорусской границе было найдено нашими силовиками. А сколько таких трупов находится на территории Польши? Ведь ни одну международную организацию они не пускают, расследования никакие не проводятся. Причина этой жесткости и жестокости одна. Это первое, неспособность, значит, навести порядок на границе, потому что воровали десятки лет деньги, рассчитывали только на нас. Беларусь охраняла Европу постоянно, делала за них их работу. Это мы обеспечивали всегда безопасность Европейского Союза, но после введения санкций мы этого делать не будем. Мы будем охранять собственную границу, границу союзного государства. Вторая причина – запугать, запугать этих несчастных людей, чтобы пошла вот эта волна на Ближний Восток, чтобы знали, опасно сюда ехать, чтобы будут убивать. Но это не поможет, это бесполезно. У людей безвыходная ситуация, они бегут от войны. И в ближайшее время Евросоюз ждут десятки миллионов новых беженцев с учетом войны Палестины и Израиля. И все они поедут в Европу опять. И еще одна причина, конечно, это мы видим на примере беженцев, что никакой демократии, прав человека на Западе нет. Это слова все. То есть они активно защищают ЛГБТ-меньшинство, но при этом не обеспечивают базовое право человека на жизнь. Убивают людей, невинных людей, беспомощных людей, невооруженных людей. Это ужасно, это страшно. Также ведут себя дипломаты, которые здесь у нас находятся, европейские. Они ходят по куропатам, лезут в нашу историю, лгут, делают вид, что они переживают за какие-то репрессии в 30-е годы в нашей стране, но не смотрят, что происходит сейчас. Они не встречаются с донбасскими детьми, которые были здесь, и мы их приглашали. И они не едут на границу посмотреть на эти трупы, которые перебрасывают их, пограничники. На ваш взгляд, что и кому необходимо предпринять, чтобы урегулировать ситуацию? Как остановить это? Способ один. Вернуть международное право и остановить войну на Украине, на Ближнем Востоке. Мы знаем, кому эти войны нужны. Соединенным Штатам Америки. Европе они не нужны, но Европа не самостоятельна. Они Ближнему Востоку не нужны. Они нужны только американцам для поддержки доллара и для поддержки своей военной машины, чтобы продавать оружие по всему миру. И еще Европа должна стать самостоятельной, независимой, проводить политику в своих национальных интересах. А значит, наладятся отношения с нами, и значит, на границе все будет хорошо. Но миграцию границей не остановишь. Да, мы будем работать вместе с европейцами, если они будут с нами нормально разговаривать на равных. Но миграцию не остановишь заборами. Миграцию не остановишь пограничниками. Надо сделать так, чтобы не было причины миграции. А это война. Потому что когда у людей бомбят дома, когда убивают детей, когда Запад бессеремонно влез на Ближний Восток, разрушил целое государство. Поэтому миграция. Поэтому единственный способ остановить миграцию, это остановить войну. А международным организациям, вместо того, чтобы поощрять войны и молчать, когда поставляют оружие на Украину, и когда бомбят больницы в Газе, делать все, чтобы накормить людей во всем мире, чтобы войн не было, чтобы детей голодных не было, тогда и миграции не будет. С нами на связи был депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Беларусь не желает закрывать глаза на мучения беззащитных людей на нашей общей с Евросоюзом границе, остановить жестокость, наладить диалог, приступить к совместному решению миграционного вопроса и с координированным действием. Вот наш главный призыв к мировому сообществу, который, мы надеемся, все же будет услышан. Это был честный разговор с Марией Декан. До встречи через неделю. Да, миграционные процессы существовали всегда. И это не новость. И если легальные мигранты устраивают Европу, то опасения вызывают нелегалы. Многие из приезжающих в Евросоюз бегут в первую очередь от религиозных, этнических, политических преследований или от войны. Например, жители Ирака, Сирии и Афганистана. По мнению многих аналитиков, миграционный кризис в Европе не возник внезапно. Он назревал в течение длительного времени. Правительства многих стран считали, что миграция поспособствует решению актуальной для Европы проблемы – демографического спада. Но получилось все иначе. Европа столкнулась с проблемами. Отсутствие должного финансирования, отсутствие единой концепции, касающейся распределения беженцев по странам-участницам Евросоюза. К тому же отсутствие жилья для мигрантов. Население западных стран заняло конкретную позицию. Коренные жители, мягко говоря, обеспокоены ситуацией. Одна из причин рост преступности. Совсем иначе выглядит Европа в сравнении с тем, как ее позиционируют оппозиционные лидеры. Не правда ли? В Европе еще недавно заявляли, что миграция – это позитивное явление, которое пойдет на благо их странам. Но не предусмотрели вытекающие из этого проблемы и необратимые последствия. Это рост террористической угрозы, дестабилизация общества и усиление оппозиционных партий. К тому же, принимая одних мигрантов, вслед за ними придется принятие других. И так в геометрической прогрессии. А Западу, в частности, Германии и Италии это не нужно. Давайте откровенно. Почему те мигранты, кто находился два года назад на белорусско-польской границе, хотели попасть в Германию, центр Евросоюза? Отвечу. Потому что именно там им была обещана счастливая жизнь. Неспроста Берлин называют хабом миграции. Прошло каких-то два года. Геополитическая ситуация, мировые конфликты, военизированная настроенность штатов и Польши. Многое, конечно, за это время изменилось. Но неизменным осталось отношение к мигрантам. Особенно со стороны наших, ближайших соседей. И относиться к этой проблеме, безусловно, можно по-разному. Видеть в этом плюсы, минусы и противоречия, быть за или против. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, чисто по-человечески, ни один мигрант, да и вообще ни один человек на земле не заслуживает такого отношения, которое мы видим в последнее время на белорусско-латвийской границе. Бесчеловечное отношение к кому-либо, изверство, это преступление. А они там это понимают? Касаемо стран Балтии. Там понимают одно. Пока часики тикают, нужно быстренько перевооружить страну. Даже если попадешь в какой-нибудь скандал или заварушку, неважно, главное себе подумать. Создать очереди транспорта в пунктах пропуска на границе. Еще они в приоритет своей политики ставят противостояние с Белоруссией и Россией. Но никак не внутренние проблемы, в частности, вопрос миграции. И это я о руководстве соседних стран. Потому что обычный народ, польский, литовский, латвийский, нам не чужой. Люди, с которыми у нас много общего, которые с большим удовольствием пользуются безвизом, я больше, чем уверен, разделяют адекватную и общечеловеческую позицию нашей страны. И в завершении. От того, что мы говорим и делаем это на языке фактов и правды, беженцы меньше не страдают. Западные силовики и политическая верхушка только в утопическом сне могут выйти к трибуне и признаться в зверствах. Но реальность чуть иная. Они об этом не говорят, скрывают, откровенно врут и обвиняют во всем белорусов. Стражей наших границ, нашего президента и журналистов, белорусский, как они говорили, режим, так им неугодный, делал. И делает все, чтобы не только беженцам помочь, но и в мире было мирно и спокойно. Меня зовут Сергей Скол, и это наш принцип правды. Берегите себя. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова